Вопрос о том, как продвинуть свой YouTube-канал, встречается почти так же часто, как вопрос о том, стоит ли вообще приходить на YouTube. Причем первая тема намного популярнее, чем вторая, хотя логичнее было бы начать со второй. Меня зовут Кочедаков Андрей, я видеомаркетолог компании Текстера. И сейчас мы поговорим о том, как стать популярным на YouTube. Хотя, конечно, мы поговорим на самом деле о том, как продвигать канал, вопрос популярности это уже немного другое. Пункт 1. Аналитика. Например, у нас рыбный магазин, и решили бы пойти на YouTube рыбу в своих показывать. Ну и, естественно, начинаем забивать поисковый запрос, связанный с нашей тематикой. Сразу мы можем видеть, что в топе у нас рецепты, кулинария, даже несколько обзоров есть. Просмотры на них имеются, комментарии тоже и лайки тоже. В целом, получается, что наша целевая аудитория есть на площадке, осталось снять контент. Но что делать, если вдруг по вашему запросу ничего нет? Стоит послушать, что говорит Wordstat. Если поисковый объем все-таки есть, то, скорее всего, вы будете первопроходцем. Ну, либо ваш контент не требует видео. То есть, ваша продукция настолько простая, что, ну, просто нечего снимать про нее. По площадке понятно. Теперь перейдем к конкурентам. И тут я советую вам взять листочек, разделить его на две части. И в одну сторону выписывать все, что нам нравится под видео конкурентов. В другую точку, что нам не нравится. Причем здесь я советую смотреть видео конкурентов не только те, которые в топе, те, которые хорошие, взлетели и вообще популярные. Но и те, которые не удались. Потому что там вы можете посмотреть ошибки и не повторить их. Хотя, конечно, свои грабли роднее. Тренды. Google Trend. Это еще один сервис, который поможет вам разобраться, интересна ваша тема или нет. Например, мы забиваем ключевое слово и можем видеть, как в зависимости от сезона оно меняет свой поисковой объем. Также можем посмотреть по гео. И также мы можем сравнить ключевые слова. Ну, это поможет в выборе тематики, например. Или, скажем так, подогнать видео под спрос. Пункт 2. Референсы. Сейчас мы будем говорить о самом видео. Вообще, если взять видео и разложить на компоненты, то на первое место можно поставить содержание видео. Ведь ваше видео должно быть интересно пользователям. На второе место это звук. Потому что если ваше видео интересно, но при этом вас невозможно слушать, то кто это будет смотреть? И третье это картинка. Причем говоря о картинке, я говорю не только о ее качестве. А о том, как выставлен кадр, какие настроения в кадре, цвета, решения и тому подобное. Ну, вот, например, взять даже вот этот кадр. Он сейчас хорошо освещается и вполне подходит для блога по маркетингу. Можно ли этот кадр использовать как референс? Я думаю, да. Давайте предположим, что я снимаю юридическую тематику. Поменяем немного цветовую схему, и у нас уже такой более серьезный оттенок, который подойдет для таких официальных каналов. Ну, вот, например, как я сказал уже про юриста, или, может быть, еще на какую тематическую историю. Или, например, литературный канал. И мы рассказываем о новых книгах, какие они интересные и классные. В общем-то, одно помещение, но разный свет могут повлиять на нашу атмосферу по-разному. Поэтому, когда ищете референс, не обязательно искать его у конкурентов. Вы можете найти его вообще на другом канале, и он вам понравится. Ну, на канал другой тематики имеется в виду. Ну, а вот, если, например, у нас обзор машин, и снимать его в кабинете, за столом, ну, как-то странно. Хотя... Ну, и вот, получается, что если это обзор игрушек, то вполне себе, кстати, и вариант. Конечно, с большими машинами такое не получится. Пункт 3. SEO. Ну, самое сладкое и вкусное в плане органики. SEO влияет на то, как ваше видео будет выдаваться в поиске. На ваше видео могут найти двумя путями. Поисковая система и непосредственно сам YouTube. За выдачу в поисковой системе отвечают описание и заголовки, и какие ключевые слова там использованы. За выдачу в самом YouTube отвечают теги и хэштеги, ну, помимо ключевых слов. С помощью сервиса VidaIQ мы можем посмотреть, какой поисковой объем у определенного ключа, ну, или тега. Также можем посмотреть, на какой позиции наше видео, какие самые популярные видео по данному ключу и так далее. Там еще много разной статистики, особенно если вы привяжете свой канал и зайдете в кабинет, там будет вообще полная аналитика по вашему каналу, а еще там можно сравнить конкурентов. Сервис, кстати, очень удобный. Он есть платный, есть чуть-чуть бесплатный, есть совсем дорогой. Ну, в зависимости от ваших целей, функционала, который вам нужен, сможете выбрать себе нужный тариф. Но, в целом, скажу, что для небольшого YouTube-канала бесплатной версии более чем достаточно. Кстати, если сравнить поисковой объем в VidaIQ и Wordstat, он, естественно, будет отличаться. Чтобы вы не подумали, что сервис просто тырит статистику Wordstat. Нет, она будет разной. Действительно, статистика VidaIQ будет соответствовать запросам в самом YouTube. И тут очень важный момент. В зависимости от того, какая у вас стратегия продвижения, нужно выбирать, на что мы больше ориентируемся, на Wordstat или на VidaIQ. Помните, вначале я говорил про первопроходцев. Так вот, если вашего контента, ну, то есть, контента по вашей тематике нет на YouTube, то лучше ориентироваться на ключи с Wordstat, так как, скорее всего, вас ищут в обычных поисковых системах, и у нас есть шанс выдаваться на первых позициях, как в видео. Хэштеги. Выглядят они вот так, пишутся они через всем известный значок, и их можно указывать до трех штук. Ну, на самом деле их можно указать больше, но работает только три. На YouTube есть отдельный поиск по хэштегам, ну и плюс иногда где-то их используют, и ваше видео также может каким-то непонятным и необычным образом всплыть на каком-нибудь сайте или в каком-нибудь поиске. Вообще, конечно, людей, которые ищут по хэштегам, я знаю, наверное, 1-2 и все моим за 50. Вернемся к тегам. На YouTube есть еще такое понятие, как задвойные и затройные теги. То есть это, например, задвойный тег встречается в описании и в самих тегах. Затройный, если этот же тег будет встречаться еще и в заголовке. Нужно это для того, чтобы YouTube понимал, на какую тематику ваше видео, и старался его подсунуть нужным пользователям в рекомендациях. Кстати, советую тут не пытаться обмануть YouTube и залить свое видео непонятно о чем, а при этом прописать какие-нибудь популярные заголовки, тренды. Потому что человек, перейдя на ваше видео, включит, поймет то, что это видео ему не нужно, и ваше видео будет падать в позиции поиска все ниже, ниже и ниже, потому что вовлеченность в нем низкая. Кстати, что такое вовлеченность? Вовлеченность — это еще один параметр, который влияет на то, как ваше видео ранжируется. То есть насколько оно часто рекомендуется в поиске, насколько высоко оно находится в поиске. Вовлеченность считается по очень простой формуле. Это лайки, плюс дизлайки, плюс комментарии. Все это деленное на количество просмотров и умноженное на 100. Процентная ставка удачных-неудачных видео по вовлеченности есть практически такая же, как в CTR. 2-5% — это не очень. 5-7% — это уже в принципе довольно-таки неплохо. 7-10% — это хороший результат. Свыше 10% — это отличный. Вообще по вовлеченности максимальная планка 15%. Если вы ее достигаете, то все, что выше — это уже какой-то космос. Также теги делятся на высокочастотные и низкочастотные. По-моему, еще здесь среднечастотные, но давайте поговорим об этих крайностях. Высокочастотные теги — это теги, которые с большим поисковым запросом. Ну, например, 100 тысяч, миллион. Низкочастотные — это теги, которые с маленьким поисковым запросом. 500, 700, 1000, 2, 3. Советую вообще их чередовать, потому что есть, например, тема видео, которая очень узкая, и будут ее искать отдельные специалисты. В таком случае нам понадобится низкочастотный тег. Но если тема обширная и там нету конкретных каких-то узких тегов, то, естественно, мы будем указывать все высокочастотные. Но при указании высокочастотного тега нужно понимать, что мы попадаем и в большую конкуренцию. То есть выпускается 20 видео, на 20 видео уже большое количество просмотров и увлеченностей, и тут выпускаете вы еще одно видео с этими же тегами, и в лучшем случае вы попадете в рекомендации. Может быть, у вас, конечно, YouTube, так как, например, у вас хороший и проверенный канал, закинет и в поиск повыше, но, как правило, так работает не всегда. И все еще будет зависеть от того, как скомпонованы теги по их расположению, от значимости. То есть вначале мы указываем самые значимые теги, в конце мы указываем самые незначимые. Такая иерархия тоже существует, хотя официально она вроде как не подтверждена, но по факту она работает. В видео есть еще такая штука, как эпизоды. По ним, кстати, существует в YouTube отдельный поиск. То есть, например, если по вашему запросу нет никакого в видео, то YouTube вам будет подсовывать эпизоды с левантным названием. То есть вы в эпизодах можете отрабатывать еще и какие-то ключи. В Индии сейчас Google, кстати, тестирует поиск эпизода не только в YouTube, но и в самом Гугле. То есть, например, вы что-то ищите в поисковой системе, а он вам подсовывает не целиком видео, как вариант ответа на ваш вопрос, а эпизод из этого видео. Как по мне, это очень удобно и интересно, и, соответственно, будет продвигать YouTube как площадку все более популярную. Еще сразу хотел бы добавить, что такие фишки, как субтитры, подсказки, конечные заставки, будут улучшать выдачу вашего видео. Также есть новые функции, перевод видео. То есть вы можете описание заголовок перевести на другой язык, и тогда ваше видео будет выдаваться с пометкой «Переведено». Ну, то есть вы, наверное, видели такие видео, когда вы включаете, все вроде бы на русском, включаете, а там человек на английском говорит, и у него есть субтитры, хотя описание заголовок все на русском. Да, вот для этой функции можно теперь переводить свои описания, свои заголовки, чтобы привлечь больше людей, соответственно, больше трафика. Пункт 4. Визуальное оформление канала. Ну, то есть дизайн. Тут все так же, как пункт номер 2. Смотрим референсы, вдохновляемся и придумаем что-то свое. Главное помните, что ваш канал и ваше визуальное оформление должны быть понятны человеку. Вы не центр современного искусства, и никто не будет вглядываться в ваши обложки или в вашу заставку канала, чтобы понять ваш сакральный и глубокий смысл. Нет, это никому не нужно. Тут должно быть все максимально просто. Я сейчас говорю не про минимализм, а про структуру. Обложка должна привлекать внимание. Она должна хорошо читаться на всех устройствах. То есть, если у вас есть главный текст и есть дополнительный текст, то как минимум главный текст должен читаться на мобильном устройстве с маленьким экраном в яркую солнечную погоду при маленькой яркости. Если мы говорим про обложку канала, ну, то есть шапку канала, то она должна сразу давать человеку понять, где он оказался. То есть, если мы заходим на канал про строительство и видим там картинку с строительством дома, мы сразу будем понимать, что это такое. А если мы зайдем на канал про строительство и увидим там, о, ага, на рынке 2010 года, 48-5 тысяч положительных отзывов и комментариев и сколько законченных проектов. Я прочитаю и вообще не пойму, что это такое. Скажу, ладно, молодцы, ребята, я пойду дальше, поищу то, что мне нужно. YouTube-аналитика. Помните, в школе у нас были такие уроки, когда мы сами себе ставили оценки, ну, проверяли домашнее задание и ставили за него оценку. YouTube-аналитика – это, по сути, ваша оценка работы. То есть, то, насколько хорошо вы сделали предыдущие пункты, насколько хорошо вы подготовили обложки, выбрали целевую аудиторию, показывает именно аналитика. В аналитике каждый пункт мы должны смотреть не только в частности, но и в общей картине. Давайте разберем на примерах. На вашем канале низкие параметры удержания, то есть люди выключают ваше видео практически в самом начале. Что, нам сразу нужно менять контент? Нет. Давайте-ка немножко углубимся. Давайте вначале посмотрим на нашу ЦА. И тут выясняется, что смотрит нас в основном молодежь, а контент наш рассчитан на людей 35+. И мы такие, хм, почему же так? Начинаем смотреть нашу оптимизацию и видим, что у нас очень высокий CTR. Оказывается, что за референс вы взяли какую-то классную пеструю обложку, на которую в основном клюет молодежь. Еще использовали там кликбейт. Ну и отсюда, собственно говоря, получили. Потому что взрослой аудитории, как правило, кликбейт уже не так интересен, а все эти яркие вещи их тоже не особо привлекают. Их привлекает конкретик ответ на их вопрос. То есть, соответственно, мы немного плохо подготовились на стадии аналитики. И надо переделать просто свои обложки. А по факту контент-то, возможно, ваш интересный. Или другой пример. Вы брутальный такой мужчина. Бородатый. Байкер. Здоровый. Просто. Ну, вот как сейчас картину все себе в голове и нарисовали. Плюс к тому же вы первоклассный мебельщик. И делаете вы офигенные кроватки для детей в виде машин и роботов. И на своем канале вы о них рассказываете. Показываете свои брутальные кроватки для брутальных детей. Очень все это брутально снято, чтобы брутальные отцы посмотрели и их купили. Но при этом покупки нет. Мы переходим в аналитику и видим, что удержание хорошее. То есть контент смотрят. Целевая аудитория по возрасту тоже подходит. И CTR хороший. И комментарии вроде даже с лайками есть. Но что же не так? Во-первых, нам надо будет посмотреть в комментарии, что пишут там. Может быть там негатив. А во-вторых, мы возвращаемся к нашей целевой аудитории и видим. А смотрят нас, оказывается, мамы. А мамам нашим что важно? Чтобы нам было удобно, комфортно и хорошо. Именно поэтому нам одевают шерстяной шарфик и вязаную шапочку, а не бандан и крутую цепочку. И тут мы понимаем, что делаем-то мы в целом все хорошо. Только контент надо немного поменять, изменить немного составляющую его. В целом, так и с любым другим параметром, тут нельзя конкретизировать или вывести какую-то общую схему. Потому что, например, плохой CTR может значить, что у вас плохая обложка и вам надо ее улучшить. И улучшив обложку для видео, вы поднимите себе просмотры. А может быть такое, что просто ваши заголовки текстовые очень цепляют людей и на обложку они не обращают внимания. И подняв уровень обложки, значит, ее привлекательность, вы отличаете людей от заголовка и ваши просмотры, наоборот, упадут. Я, конечно, такого не встречал, но в теории это может быть. Потому что все ситуации уникальны. Плюс стоит помнить, что аналитика может быть куда глубже и куда сложнее. На просмотр вашего видео может влиять экономика страны, могут влиять внешние факторы, которые происходят сейчас в мире или в стране. Например, во время пандемии возросли просмотры кулинарных шоу. И это не значит, что шоу стали качественными, просто людям нечем было дома заняться. Поэтому смотрите на вашу ситуацию с разных сторон. Почему так или иначе что-то происходит. А аналитика вам будет в этом помогать. Но никогда не спешите с выводами. Просмотрите все. Еще по поводу аналитики хотелось бы сказать немножко про интерфейс. У каждого практически пункта есть такая кнопка, как подробнее. То есть открывая ее, вы перейдете в полноэкранный режим, где сможете более тонко настроить ваш отчет. Ранее я говорил еще про VDQ. Там есть своя аналитика. Она схожа с Google Аналитик, но может быть кому-то будет удобнее посмотреть в ней. Ну а вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие темы вам вообще интересны. На какую тему снять очередное видео. Мы постараемся вам помочь и рассказать, чем сможем. Ведь экспертов у нас много. Спасибо. Продолжение следует...